Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый воскресный вечер! И я хочу показать пару фоток из города-героя Смоленска. Одну позитивную, где, вот посмотрите, с какой фантазией и любовью сделаны лавочки перед центром по охране зрения, губернским центром охраны зрения на улице Нормандия-Неман. Здорово, правда? А второй снимок я сделал возле Министерства, наверное, сейчас называется, или как? Социальной защиты, или Управления социальной защиты. Давным-давно уже вот это вот сооружение странное стоит здесь для инвалидов. Это пандус так называемый, для того, чтобы они могли подняться на колясках инвалиды и спуститься. Но я вам хочу сказать, что для того, чтобы подняться, втащить себя на этой коляске, необходимо руки иметь, как у Шварценеггера, на руках тащить коляску и себя в ней. А чтобы спуститься, оттолкнулся, и ты летишь вот эти вот метров 15 по наклонной, а потом, значит, наклон на это кончается, как вы видите, бордюром бетонным, коляска врезается в бордюр, и вы пролетаете по воздуху еще метров 5, как минимум. И хорошо, если, так сказать, к вашим болячкам, к вашим бедам не прибавится еще что-то, а может быть даже более страшное. Почему бы не сделать такой подъемничек, подъехал, заехал на площадочку, кнопочку нажал, и колясочка вместе с инвалидом поднялась на площадочку, на верхнюю, и не надо никаких пандусов, не надо ничего, а надо просто проявить заботу о людях и поступить так. Ну а сейчас, значит, я расскажу о криминале, российском криминале. Сотрудники управления МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность подпольных казино в гостиничном комплексе Дворянское гнездо и в кафе «Кекс» в промышленном районе моего родного Смоленска. Силовики задержали шестерых подозреваемых местных жителей, четверых отпустили, видимо, под подписку, а два их арестовали. Трое из них обеспечивали организацию игорной деятельности и распределение прибыли, а остальные участники группы исполняли роль обслуживающего персонала этих казино. С места преступления изъяли, а места преступления – это там, где совершались подпольные игры, изъяли карты, фишки и прочее, всю трихомудию, а также деньги и документы. Ежемесячный доход от противоправной деятельности превышал полмиллиона рублей. И, возможно, как считают силовики, использовался этот бизнес и эта прибыль для финансирования криминальных структур. А может быть и того хуже. Может быть, как мы понимаем, шло и туда, где сейчас решаются судьбы не только Отечества и Украины, но и судьбы, может быть, всего мира. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «За незаконную организацию и проведение азартных игр, организованной группой». Ну, я говорил, уже четверых отпустили пока что, наверное, под подписку, а двоих, руководителя всей этой штуковины преступной и крупье, заключили под стражу. Оперативники в Балакове в Саратовской области задержали подозреваемую в похищении и убийстве бизнесвумена Натальи Олешниковой, Светлану Те. Но сегодня, это было задержано пару дней назад, а сегодня, 29 сентября, ее отпустили. То есть, признали, что не она. И Те, я добавлю только, является, вот от Светланы Те, является супругой любовника убитой Алешниковой. А до этого, напоминаю, был отпущен после двух суток в изоляторе временного содержания муж убитый. Тоже оказалось, что зря просидел двое суток. Ну, что ж, бывает, оперативная работа есть оперативная работа. Поработали, убедились, что не он, и отпустили. То есть, пока что никаких наметок, никаких зацепок нет. И моя версия о том, что, может быть, ее не собирались убивать, но она опознала одного из нападавших и сказала ему об этом. Сказала ему об этом, что и решила, может быть, ее судьбу и ее жизнь. Кареновский районный суд Краснодарского края арестовал 35-летнего жителя, который признался в расправе над 12-летней школьницей. Во время допроса он рассказал об обстоятельствах совершенного им злодеяния. Исследователи проверили его показания на месте, убедились, что да, это он. А я напоминаю, что ночью 2 сентября, вернее, вот 1 сентября вечером пропала девочка, 12-летняя в хуторе Бураковском, и 2 сентября на этом же хуторе в реке Левый Бейсужек обнаружили детское тело, то есть эту девочку с признаками насильственной смерти. Ну, я думаю, может быть, он еще и надругался, скотина над малышкой. Было возбуждено уголовное дело, и вот теперь мы будем считать, что оно раскрыто. Солдаты Вооруженных сил Украины до смерти запытали, ну, запытали до смерти, но еще и убили мирного жителя в селе в Курской области, то есть на оккупированной ВСУ территории. Наплевав на все принципы международного гуманитарного права, они всячески издевались над пленным, после чего повесили его, знаете где, в церкви, в церкви. Они считают себя тоже христианами. Это ужасно. Сейчас возбуждено уголовное дело Военной прокуратуры, и начато расследование. В Дагестане по мере разбора завалов растет число погибших в результате взрыва на АЗС. Вы помните, значит, как это произошло. И теперь числится 13 погибших, и, по-моему, 21 еще человек раненый, с различными ранениями различной степени тяжести. Здание заправки под Махачкалой разрушено до основания. На месте продолжают работать спасатели, следователи. А также при взрыве пострадали энергообъекты, частично наружено электроснабжение близлежащих районов. И предварительная версия, что взорвался газовый баллон в кафе, которое расположено на территории автозаправочной станции. Ну, теперь же было расположено. От взрыва пожар распространился на АЗС и на хранилище топлива. Площадь огня составила более 500 квадратных метров. И почти всю ночь пожарные тушили этот страшный пожар. Я напоминаю, что за последний год на АЗС в Дагестане было выявлено более 4,5 тысяч нарушений требований к промышленной безопасности. Я напоминаю также, что в августе прошлого года тоже взорвалось АЗС и тоже в Дагестане. Тогда погибло 35 человек, а более 100 получили ранения. После этого только началась тотальная проверка всех автозаправочных станций. Часть из них была закрыта, а именно, по-моему, 300 закрыто. Но потом благополучно возвратились на свои рабочие места и продолжали работать. Можно сказать, никаких выводов не было сделано. И вот новое ЧП через год. В Следственном комитете заявили, что не обнаружено следов взрывчатых веществ на месте этого взрыва и пожара. То есть это чисто вот такая вот бытовуха. Чисто бытовуха, которая повлекала такие страшные последствия. И напоминаю, что вчера, 28 сентября, власти Дагестана, властями Дагестана было объявлено у республики днем траура. Глава республики сообщил, что семьи погибших получат по миллиону рублей, семьи пострадавших от 250 до 500 тысяч. И вот так вот год назад, говорю, взрыв на одной из АЗС был. Тогда в автосервисе, который тоже примыкал к автозаправке, вспыхнула канистра с горючим. Произошел взрыв. Пожар перекинулся на автозаправку. А там что-то огромное скопление было людей и машин. Там, по-моему, беженцы, значит, еще были. И взрывались две цистерны с топливом. Я повторяю, 37 человек погибло. Один умер в реанимации, 119 были ранены. Следствие задержало в башкирском городе Октябрьске начальника отдела полиции и его зама, которые подозреваются в получении взятки и мошенничества. Они получили взятку в 2,5 миллиона рублей от местного бизнесмена за то, чтобы прекратить в отношении его уголовное преследование за незаконную торговлю алкоголем. То есть, видите, они пошли на сделку с совестью. Бывшие управляющие столовыми АО «Военторг Восток» Рамазана Саидова заключили под стражу за растрату продуктов, предназначенных для организации питания военнослужащих. Это самое страшное сейчас, понимаете, я считаю, преступление. Это, по сути дела, сопряженное с изменой Родине. По версии следствия, акционерное общество должно было организовать питание военнослужащих в Хабаровском крае в рамках контракта с Минобороны России. В итоге Саидов украл продуктов на несколько миллионов рублей с июля по декабрь 23-го и с януря по март 24-го года, а украденные продукты он продавал через местные торговые точки. Задержанному по деле о растрате бывшему мэру Сочи Алексею Кайгородскому грозит до 10 лет лишения свободы. Такой приговор может быть вынесен, если он будет признан виновным судом в совершении преступления, предусмотренного частью 4-й статьи 160-й Уголовного кодекса присвоения или растрата. Ну, туда и дорого. А задержание экс-мэра Сочи Алексея Капайгородского Капайгородского – хорошая фамилия в данном случае стало известно утром 25-го сентября. Его задержали в Луганске и доставили в Москву. Ну, а позже мы видели сообщение, что он подозревается еще и в создании организованной преступной группы и продажи мест на местных кладбищах. Ну, вообще страх. Страх, страх, страх потеряли, сволочи. Потеряли страх. Ну, я думаю, себе место они уже забили. Значит, и в колониях, и в тюрьмах, и на кладбище. Вот так выглядит на сегодняшний день криминальная мозаика российская. Конечно, гораздо больше всего наворочено, но я выбрал наиболее значимые какие-то деяния для того, чтобы вы были в курсе. С вами был Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Друзья мои, не забывайте о нашем приюте КТВАСЯ-67. Спасибо тем, кто не забывает. Спасибо тем, кто нас поддерживает материально. И мы надеемся, что круг наших друзей расширится. Друзья мои, здоровья всем, счастья, всех благ, если это возможно, в одной отдельно взятой стране. И мира нам всем во всем мире. Пока.